и всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему я алексей сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео видео по игре евротрак симулятор 2 это рубрика обзора модов и сегодня у меня на обзоре ford транзит прошлое видео в принципе вам понравилось практически все чуть ли не все должны она те кто комментировал прошлое видео высказались пользу того что стоит немножко отдохнуть от тематики грузовиков и позаписывать обзорчики на легковушечки сегодня ну как бы вроде бы легковой транспорт но вроде бы и не грузовой вроде бы не легковой в общем сегодня у нас микроавтобус продается этот мод так скажем в игре непосредственно в любом автосалоне прописываем во все какие вы только захотите но я для примера взял дав потому что он самый первый и так изначально модель перед нами предстоит в таком разобранном виде здесь практически ничего нет но не пугайтесь она не такая на ней можно будет ездить у нее есть бампера фары молдинги стекла даже есть у нее но вот тесто что сейчас заметил косяк диски с обратной стороны они прозрачные но но в принципе и пофигу только может быть этот косяк виден тогда когда мы вывернем колесо но это можно посмотрим во второй части и так кабину ну она у нас естественно 1 по шоссе в принципе она одно и то же да только отличается тем что одно у нас пониже другое повыше вот после смены вот этих шоссе у нас появляется весь основной так скажем пакет то есть стекла бампера и тому подобное ну давайте выберем заниженный вариант пусть у нас будет такая лютая маршрутка двигателя 2 160 и 170 лошадей коробка 1 6 ступка интерьер есть свой собственный но тут плюс ко всему есть еще и другие но сами видите что они не очень есть интерьеры от шкоды поэтому я все таки советую оставить вот тот который есть стандартный салон у нас голый но не переживайте это все тюнинг салон здесь все можно затюнинговать по текстурам здесь конечно все отвратительно приборная панель торпеда ну все здесь просто отвратительно ну реально мод делали турки эти ребята любят тюнинг но на качество моды им на качестве модели точнее им все равно покраска кузова естественно поддерживается но мне нравится машина в этом цвете в этом и вот в этом давайте выберем наверно поярче яркий синий такой пусть у нас будет по тюнингу тюнинга как вы здесь видите много не он довольно таки интересный есть своя целая коллекция дисков здесь вы их можете выбрать интересные вот кстати вот эти диски по моему с какого-то маны с автобуса они снят ты и похоже просто что стоят колпаки даже есть что-то типа спортивных дисков прикольно слушайте вот турки конечно дают давайте оставим стандартные такие какие есть и по покрышкам 19 20 но они вообще по сути ничем не отличаются и 18 от skoda хотя почему-то становится на них машина выше странно давайте сзади также поставим 20 чтобы как-то более-менее все это у нас сочеталось и так по тюнингу давайте посмотрим что здесь у нас есть начнем мы наверное с морды были leds это со skoda у нас тюнинг сюда перекочевал это тоже со skoda и разницы никакой вы не увидите на есть несколько видов бамперов обратите внимание такие типа спортивные какие-то что ли лютая маршрутка действительно несколько вариантов выбора решетки радиаторов как видимо так и старые так и новые варианты ну давайте оставим такую черную по фарам даже у нас есть тюнинг фар давайте посмотрим чем они отличаются но по сути только по воротникам до более ничем они у нас не отличаются но мне нравится второй вариант на плюс ко всему есть то же самое только в черном исполнении очок кстати неплохо смотрится ребят давайте на черные фары оставим обалденно выглядит вообще здесь что у нас здесь у нас ну так скажем окамтовка крыльев или что-то в этом роде тоже ее можно оставить наверное скорее всего пластиковой здесь подножки ставятся они с двух сторон как вы видите металлическая это уже не относится к подножкам никоим образом это просто какие-то уже аэродинамические идут юбки совершенно непонятные но оставим так как есть так здесь у нас что можно поменять полоску в цвет кузова но это если вы собрались полностью убрать весь пластик здесь задняя часть у нас также тюнингуется обратите внимание оставим все по стандарту пусть у нас все будет пластиковая хотя хотя вот так будет вообще офигенно смотреться так здесь у нас что какой-то диффузор а это снизу все понятно далее заднюю подножку также можно сделать опять же мин будет металлическая либо два варианта пластика крашеные просто черный но оставим металл потому как ну вроде бы у нас по кругу металл идет далее можно поставить сзади такой это интересный спойлер очек здесь же можно поставить систему кондиционирования рейлинги непонятно для чего это тоже скорее всего какой-то кондиционер давайте оставим почему нет здесь идет у нас антенна вот такая вот интересная пластиковый козырек здесь у нас зеркало идет маячки они ставятся в салон ну со шкоды это все делалось просто на шкоде и поэтому получается что так вот получается можно выбрать степень тонировки окон опять же какую вы захотите можно вообще их полностью закрыть сделать так скажем грузопассажирскую газель газель почему газель я сказал ладно давайте выберем такой полупрозрачный вариант а здесь у нас идут стандартные таблички водителей ну и по моему в принципе по внешке все зеркала у нас они здесь одни по тюнингу салону да здесь у нас табличка здесь табличка здесь скорее всего зеркало у нас идет более никаких аксессуаров нет разворачиваем камеру что мы здесь видим можно поставить вот такие лампы вот интересные можно поставить и такую панель и своего рода ну сделать разделитель от непосредственно пассажирского отсека и кабины перегородочку поставить ну и 4 варианта здесь у нас идут салона самый привлекательный как по мне это вот этот черные сиденья в принципе они такие ну нормальные и в общем хорошо выглядят но здесь опять же придется нам уже тогда ставить перегородочку для того чтобы отгородиться но с внешки этой перегородки у нас как видите нет и здесь у нас сам два сиденья в салоне а если смотреть с внешки она там одно так что перегородочку мы это уберем ну что друзья такая получилась с первой части обзора во второй части немножко прокатимся посмотрим как эта машина выглядит в игре ну вот смотрю конечно да столько здесь косяков по кузову это просто кобздец какое-то вот такое ощущение что катком по машине проехались либо турком вообще по барабану то смотрите здесь как тут ну не знаю неаккуратная машина сама модель в принципе выглядит то неплохо но вот по текстурам и по вот этим замятому кузову вот этому всему как-то ну впечатление не очень не складывается ну ладно вторая часть поехали итак вторая часть подоспела очень очень быстро есть у нас теперь возможность оглянуться но как-то более-менее детально по салону наши замечательные маршрутки но такое знаете то есть видим что здесь у нас не совпадают детали стекло у нас тут даже не совпадает тут вообще какой-то полный трэш такое ощущение что двери здесь просто-напросто нету но с внешки блин она смотрится реально очень очень круто внешность такая современная ну классно выглядит по фарам габариты ближние дальние соответственно габариты у нас отсвечиваются как видите вот на манер американцев до оранжевыми лампочками по бокам аварийная такая у нас сигнализация интересная сигнал у нас идет полностью от шкоды звуки в принципе тоже у нас идут от шкоды ручничок и тому подобное так по погоде давайте мы сделаем плохую погоду дворнички но тоже по-моему шкодовский вариант один раз нажал махнули ну в принципе стирают правый дворник такой здоровый и ничего он по сути смотрите не очищает а левые ну что-то смахивает окей так что я сделал что сделал 0 ну что прокатимся завелись у нас ключ прям как на шкоде навигатор находится там где-то в тоннельчике звуки по моему тоже шкодовский среди как сидит водила но ему наверно норм ну ладно попробуем проехаться блин а скорость она быстро набирает уже 40 едем ой-ой-ой подвеска конечно здесь пробивается конкретно до звуки здесь полностью skoda бортового компьютера нет поэтому ну как-то гадать хотя нет смотрите вроде бы есть этот у нас как его господи топливный бак вроде бы видно что там что-то у нас присутствует прорегу и а чё такое про регулировку руля я молчу вообще кнопки нажимаются но она не работает абсолютно так ну что здесь попробуем на на кольце уйти направо куку о пошел фордец сурсина разгоняется конечно махом 170к был движок но машина разгоняется очень быстро аккуратно если выставить интенсивность торможения на полную то в принципе она даже останавливается то есть проблем с остановкой у меня вообще нет никаких но динамика поражает то есть для маршрутки разгоняться так быстро с тормозами да конечно едете больше 80 либо больше ста километров в час она уже не остановится так как вы хотели бы видеть да интересный конечно мод но блин почему так вот безалаберно относятся к микроавтобусам к легковушкам делают как попало в принципе модели салонов модели автомобилей можно с форзы сейчас вообще совершенно спокойно найти на форумах в интернетах так скажем да то есть ну с этим проблем как бы сейчас нет вообще то есть можно найти нормальные модели нормальные модели салонов там же и текстуры можно подобрать также форзовский и в принципе сделать неплохой мод но либо там осмелиться да и позаимствовать так так скажем модельку из другой игры это в принципе нормальная практика не знаю почему то как то вот авторы безалаберно начали относиться к легковым автомобилям интересно вообще когда-нибудь будут ли они выпускать их на уровне как грузовики ну хотя бы но это ладно такое и так друзья ну такой получился у нас обзор мод неоднозначные то есть внешка в принципе выглядит неплохо за исключением вот этих косяков на которые я указывал в конце первой части обзора да то есть вот эти всякие покоцания кузова в принципе сама модель то приятно выглядит хорошо по современному на ней хочется покататься но блин куча багов которые здесь есть это трэш ребят серьезно это трэш это очередной трэш обзор и наверняка я не оставлю в очередной раз ссылку на скачивание данного мода в описании ну и в принципе на этом все я надеюсь данный ролик вам понравился если действительно так то не забывайте ставить лайки подписываться на канал но с вами был я алексей желаю всем хорошего настроения всем огромной удачи пока увидимся